Николай Игоревич, понимаешь, я не стану при тебе играть. Здесь нужны твои руки. Пожалуйста. Хорошо. Так, да? Но не валяй, дорога. Красиво. Каденция. 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 Ерунда какая-то получается. Почему? Ну так неудобно написано. Зачем писать расходящиеся октавы, когда гораздо удобнее играть в параллельных? Смотри. Каденция. 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 Это же музыка. А ты подумал, кто твою гениальную музыку будет исполнять? Ты сейчас носно сыграл. Я? Спасибо. Спасибо. Так то я, а другой себе надо пальцы сломать. Петюша, знаешь что? Это надо исправить на параллельной октавочке. Не надо. Я не хочу. Что не хочешь? Ты не хочешь, чтобы я играл твой первый концерт? Нет, я не хочу его исправлять. В таком виде я его играть не буду. О, пардон. Воля ваша. Сыграет кто-нибудь другой. Другой? Этого никто никогда играть не будет. Кто так пишет для пианистов, Петя? Я пишу совсем не для пианистов. Я пишу музыку для публики, которой играешь и ты. И почему я должен писать, как кто-то, когда третий уже удобно и привычно написал? Хорошо ли, худо ли, пишу, но пишу, как могу, как слышу я, Чайковский. Чайковский? А кто такой Чайковский? Ты что, Брамс? Лист? Позвольте спросить, сударь, а что вы написали две оперы, которые с треском провалились? Десяток романцев. Ты меня извини, но в России романцы только извозчики не пишут. Что ж ты молчишь, а? Но шутки в сторону. Я говорю серьезно. Я забочусь о популярности твоего концерта. Ты слышишь, нет? Мне славы не надо! Что ты молчишь? Я тебя спрашиваю. Ты что, не хочешь со мной разговаривать? Петя! Хорошо. Но запомни, этого никто никогда играть не будет. Это я говорю тебе, Рубенштейн. Чайковский дизайн. Петя. Чайковский дизайн.